Люберецкие волонтёры спешат на помощь. Сейчас поддержка добровольцев как никогда нужна старшему поколению и маломобильным гражданам. Почему молодые люди идут на осознанный риск, чтобы доставить продуктовые наборы? В сюжете Анна Троян. Лук взяли, бананы взяли, хлеб взяли, яйца взяли. Лишние руки в добром деле не помешают. С внушительным набором продуктов волонтёры идут разносить заказы, которые поступили от нуждающихся жителей на горячую линию. Принесли вам от партии «Единой России», от молодой гвардии. Сразу вам решили всё уже подарить. От нас, да, если можно. К нам зайти? Нет, подарить можно. Можем уже. Да, это вот вам. Сейчас пенсионерам никуда без такой поддержки. Наталье Козолиной кроме продуктов нужны ещё и лекарства, которые не купишь без рецепта. И такой заказ под силу выполнить волонтёрам. Я очень благодарна, да, своих благодарна. Потому что я такого внимания не ожидала. Я вообще узнала, ну мне же лекарства, мне сказали не входить. И по телевизору всё время говорят не входить. Готовых прийти на помощь добровольцев в округе 143. Они разносят гуманитарную помощь и приносят продукты в дома пенсионеров. Сейчас, когда уроков в школе нет, Олеся Морозова, несмотря на возможный риск, посвящает всё свободное время волонтёрству. Понимая, какое большое количество человек у нас находится в зоне риска, я не могу просто сидеть сложа руки и, не знаю, там, смотреть телевизор. Я должна помочь всем нуждающимся, любой помощью. То съездить к ним с продуктами, либо посидеть, обзвонить их, узнать, кому помощь требуется. Списки поступают из социальной защиты, из горячих линий, звонят в администрацию. Лекарства, продукты, предметы первой необходимости. Более 450 заявок сейчас лежит на плечах волонтёров, вооружившись масками, перчатками и антисептиками. Добровольцы с раннего утра до позднего вечера развозят заказы. Что мы делаем? Жители звонят, просят купить какие-то продукты. Мы приходим, берём этот заказ, идём, покупаем продукты. Жители сами оплачивают деньги, и наши молодогвардейцы приносят им за их покупки. Депутаты Совета депутатов непосредственно закрепляют за собой этих жителей, нуждающихся, и постоянно мониторят о той или иной проблеме, которая у них есть. Помощь идёт от губернатора Московской области, от главы Владимира Петровича, от депутатов Совета депутатов городского округа. Ну и волонтёры оказывают просто посильную помощь. То есть кто может, из органов власти, все максимально помогают. Если вы хотите стать волонтёром в Люберцах или вам нужна помощь, звоните по телефонам, которые вы видите на экране.